Пляжи и кафе работают, а вот койко мест становится все меньше, как город-курорт Яровой переживает третью волну коронавируса. Начал обрушаться, не дожидаясь сноса. Рубцовск лишился одного из символов города дома под шпилем. Правовая коллизия. Депутаты АКЗС намерены добиться, чтобы кэшбэк за путевки на детский отдых смогли получить все родители. Туристическому разгулу в этом году вряд ли что-то может помешать, разве что коронавирус. В городе-курорте Яровом медики диагностируют резкий подъем заболеваемости, причем совсем неуместных жителей. Маргарита Гартунг продолжит. По сравнению с прошлым летом Яровой живет на полную катушку. Сколько там отдыхающих? Вряд ли кто-то может вообще назвать эту цифру. Большие пляжи, соленое озеро, много кафе с музыкой. Но все же Яровой не иной мир. Третья волна пандемии докатилась и до озера. В местной больнице нам рассказали, что список больных коронавирусом пополняется ежедневно. И в основном за счет гостей курорта. Несколько случаев с Новокузнецка приезжают уже заведомо больные. Значит, есть приезжающие с больничным открытым листом Сисиентуков, то есть Северного Кавказа. Есть жители Барнаула, Кемеровская область, Томск и все тут есть. По словам Татьевского, медсанчасти готовы принять максимум 60 ковидных больных. При этом 18 из них в запасе. Вот только до использования резервных мест осталось всего ничего. 39 коек больницы уже заняты. Однако, нам говорят, ситуация под контролем. Но если туристы не начнут соблюдать хоть какие-то профилактические меры, кочный фонд придется расширять. Власти Ярового намерены чаще проверять соблюдение масочного режима. Но ограничивать туристический разгул не планируют. Пляжи и кафе будут работать. Наши даже те же самые пляжные учреждения, которые работают, они сегодня работают именно с соблюдением всех санитарных норм. То есть это расстояние, численность посещений. За этим всем наблюдают у нас представители санитарно-петербургической службы. Главный эффекционист края Валерий Шевченко объясняет, что в таких условиях каждый должен понимать ответственность за выбранный отдых. Жестких ограничений нет, но расслабляться не стоит. Каждый гражданин, сделав выбор, что мой отпуск пройдет именно там, на Лазурном берегу, он может туда поехать. Ровно так же, как и перемещение внутри страны, они без ограничений. Но, опять же, тут нужно четко для себя понять и принять решение, что я это сделаю, при условии, что обязательно увеличится число контактов. Мы обязательно будем в каком-то закрытом помещении со скоплением людей. Мы обязательно будем в транспорте. Не стоит забывать и вакцинации. Так, в некоторых зонах отдыха края с отдыхающих уже требуют электронный сертификат или результаты ПСР-теста на коронавирус. Правда, яровое в их число не входит. Маргарита Гартунг, Андрей Печоркин, День с толком. В АКЗС намерены добиться того, чтобы все родители получили кэшбэк за путевку в детский лагерь, независимо от того, когда приобрели путевку. Депутаты будут обращаться к секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку, который завтра приезжает в Алтайский край. Напомним, программа оздоровления детей стартовала 25 мая. Если родители купили путевку до 25 мая и при этом получили софинансирование из бюджета, то они не могут претендовать на 50-процентный кэшбэк. Однако заявочная кампания в этом году стартовала еще 1 марта, и тогда многие родители не предполагали, что смогут вернуть кэшбэк. Многие оплачивали путевку не по карте МИР. Таким образом, только в Алтайском крае заранее путевку купили более 9 тысяч семей. Многие начали получать отказы на компенсацию. Разные условия для людей, и считаем, что этот вопрос нужно урегулировать на федеральном уровне. Правительство, лица губернатора выходят на Министерство образования, чтобы этот вопрос урегулировать. Мы выходим по партийной линии Андрею Анатольевичу Турчаку. Завтра у нас состоится встреча, и я считаю, что этот вопрос требует системной доработки. Жильцы одной из многоэтажек Барнаула с закатом солнца берут телефоны и фонарики. Только так они дойдут до своего подъезда целыми. Во дворе высотного дома абсолютно нет света, разве что из окон. Дмитрий Дроздов продолжит. Вот подхожу к подъезду, тут всякие препятствия встречаются на пути. Это не экстренное отключение света. В таких условиях жильцы дома на Власихинской живут круглый год. Только с фонариками и ходим. Ключи найти невозможно. Либо заранее готовить, либо только с фонарем, по-другому никак. А вот так двор выглядит днем. Большие масштабы, хоккейная коробка освещается только в то время, когда идут тренировки. А детская площадка освещается только два месяца в году. Декабрь и январь. В остальное время люди в потемках с фонариками, с телефонами добираются до своих подъездов. Некоторые пенсионеры даже на голову себе размещают вот эти фонарики для того, чтобы подсвечивать путь. Потому что все равно препятствий на пути много достаточно. То есть это не совсем ровная брусчатка местами. Это какие-то колодцы, какие-то там, я не знаю, неровности, крылечки. Ну, то есть травму получить в принципе в темноте – это очень легко. Мария Кутовенко – одна из тех, кто объявил войну тьме. Она организатор инициативной группы, которая пытается понять, как во дворе довольно свежего дома нет освещения. Да, у подъездов установлены датчики, реагирующие на движение. Но они давно в неисправном состоянии, говорит Мария. А вот столбов для фонарей за почти 10 лет так и не появилось. Жители не раз обращались в управляющую компанию, но контакта не состоялось. Проектом предусмотрено освещение придомовой территории только от стационарных светильников, установленных у входных групп подъездов. Также освещение придомовой территории осуществляется с использованием падающего света из окон жилых помещений. Правда, света из окон жилых домов катастрофически не хватает. Мария проверяла. Либо жильцы домов просто неактивно включают лампы в квартирах. Общаться с нами представители управляющей компании не стали. Мы направили им запрос. По мнению коммунального юриста, у людей два варианта. Здесь можно и обратиться в суд о понуждении управляющей компании. Но если управляющая компания на контакт не идет и не подчиняется решению общего собрания, может быть, есть смысл тогда подумать о смене управляющей организации, которая с большим рвением и желанием к нуждам жителей отнесется и подумает, за счет чего можно профинансировать такого рода мероприятия. Для этого жильцам нужно принять коллективное решение. Тем более в доме есть и другие проблемы, которые нужно решать с управляющей компанией. Например, о арендах хоккейной коробки. У местных ребятишек попросту нет времени на нее попасть, потому что она всегда занята. Или косметический ремонт дома. Настрой у людей серьезный. Если не будет ответа от управляющей, то они обратятся в суд. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. В Рубцовске обрушился один из символов города – дом под шпилем. Пешеходы не пострадали, а жильцов там давно нет. Здание, которое почти 70 лет было визитной карточкой города, признано аварийным и подлежит сносу. Эти работы уже ведутся. Тем не менее, обрушение шпиля никто предугадать не мог. По сообщению очевидцев, проходившие люди чудом не пострадали, а жильцов расселили. Образец послевоенной эпохи – дом под шпилем возводился без фундамента и спустя десятилетия затрещал по швам. Сейчас от объекта остался один каркас. Правда, сами местные жители сильно не грустят о потере такого символа. На его месте городские власти в будущем создадут сквер. Новый асфальт появился сразу в 34 дворах Барнаула, а скоро преобразятся и дворы на Социалистическом проспекте. Масштабные работы проводят в рамках проекта «Комфортной городской среды». О ходе ремонта расскажет Анара Шагирова. Социалистический 76А и 76Б. Здесь пока очень шумно и пыльно, но жители в предвкушении. Уже скоро по двору можно будет ходить и ездить с комфортом. Еще каких-то пять лет назад, когда мы встречались, ровно так же с нашими жителями в городе Барнауле, мы повсеместно слышали претензии к власти о том, что кто будет заниматься благоустройством дворов, кто будет перекладывать асфальт, какие-то игровые детские площадки. Для того, чтобы это все сложилось, мы, собственно говоря, и инициировали на федеральном уровне проект «Комфортная городская среда». Работа кипит. Вот, к примеру, обновили тротуары. Жители уже оценили новшества, но и без замечаний к подрядчику не обошлось. С маленькими детьми выезжает соседка, высокий бархатник. Подрядчик обещает все недочеты исправить, а пока позволяет погода, надо менять асфальт. Работу завершат в ближайшие два дня. Здесь удалось синхронизировать работы двух программ, что дало нам возможность в дальнейшем не подвергать рискам вновь деформацию дорожного покрытия и так далее. То есть это очень хороший пример того, что, собственно, мы должны реализовывать во всем городе. Проектом предусмотрено устройство освещения, установка урн и скамеек. Работы с дополнительного перечня в этом дворе не проводятся, в то время как на 36 подобных территориях при финансовом участии жителей дополнительно оборудуют детские и спортивные площадки, где-то обустроят автомобильные парковки, территорию для мусорных контейнеров, системы водоотведения. В то же время в администрации уже рассматривают заявки на благоустройство в следующем году. На следующий год, 1 мая, завершился прием заявок. Всего сейчас комиссии рассматривается 53 заявки. Уже 21 заявку за две недели мы рассмотрели. До конца июля планируем все 53 заявки рассмотреть. Добавим, что в этом году на благоустройство 65 дворов потратят почти 150 миллионов рублей. Срок окончания работ – конец ноября. Возможно, что благоустройство дворов будет выполнено и раньше. Анара Шагирова. День с толком. А далее пример того, как взрослые бизнесы власти объединяются, чтобы дети могли заниматься спортом и становиться чемпионами. В следующем сюжете расскажем, какие спортивные объекты сейчас есть в парке ВРЗ Октябрьского района. Кстати, один из видов спорта, который там активно развивают, самбо, включили в список олимпийских видов. Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета, прошедшей 20 июля в Токио. Все вернулись. И давай, парик, перепрыгнуть, проползти на животе. Несколько тренировок в неделю, постоянные сборы. Сейчас центр самбо, который находится на ВРЗ, посещает более 160 спортсменов от 7 до 25 лет. Открыли секцию 5 лет назад, и с тех пор развиваются здесь не только воспитанники, но и сама спортивная школа, не без поддержки бизнес-структур. Министерство спорта выделяет на самбо алтайское порядка 2 миллионов. Но понятно, что это деньги не такие уж и большие, и поэтому нам помогают еще спонсоры, такие как Талтек, компания Элли и компания Киплин. Закрывают такие-то соревнования, такие-то тренировочные сборы. А многие спортсмены почти живут на сборах, поэтому без финансовой помощи не обойтись. Например, группа компаний Талтек, в которую входит завод ВРЗ, покрывает в центре самбо коммунальные расходы. К слову, в месяц это порядка 70 тысяч рублей. Многие предприятия Алтайского края поддерживают развитие массовых видов спорта. У многих уже сформировались даже свои традиции. И если говорить про практику ВРЗ, то я считаю ее достаточно эффективной. Потому что предприятие действительно делает большое дело, вкладывается и позволяет объединить ресурсы и края, и города, и непосредственно предприятия. Многого центр самбо добивается и самостоятельно, через гранты. А это грант, да? Сколько получилось? Ну, примерно 6 ковров получилось. По сумме сколько? То есть оборудование больше миллиона рублей. Помимо центра самбо, на территории завода ВРЗ находится еще несколько спортивных объектов. По президентскому гранту здесь установили воркаут-площадку. Вместо заброшенного еще с советских времен поля, теперь молодой футбольный клуб. Футбольный клуб «Патриот» открылся в 2018 году. Завод передал спортсменам это помещение и само поле. Помогли восстановить коммуникации. Недавно здесь появилась поливочная система, благодаря которой поле поддерживают в хорошем состоянии. Кстати, оно настоящее, а не искусственное. Таких мало во всем регионе. Для местных мальчишек, которые живут на ВРЗ, занятия бесплатные. Как и для юных футболистов, чьи семьи не могут оплачивать тренировки. А почему решил сюда вообще ходить? Ну, не знаю. Просто хотел футболом позаниматься. Нечего было делать, долго сидеть. В прошлом году футбольный клуб потерял своего руководителя и основателя Виталия Куречкова. Но сегодня жизнь патриота продолжается. Об этом говорят победы футболистов. Наш клуб, патриот, он хорошие результаты показывает. Наравнее боремся с именитыми клубами, с Динамо, с Алтаем. Достойную конкуренцию им оказываем. За пару лет на территории ВРЗ выросло несколько звезд спорта. Победитель первенства Европы, призер первенства мира, мастера спорта международного класса и не только. Своим примером они доказывают, что большой спорт начинается рядом, в твоем районе или даже под окнами дома. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. И к новостям спорта. Футболисты Динамо Барнаул дебютировали в футбольной национальной лиге в игре против пермского Амкара. Важный день для самбо. Этот вид спорта признали олимпийским. И настрой легкоатлета Сергея Шибенкова перед Олимпийскими играми в Токио. Футболисты Динамо Барнаул дебютировали в футбольной национальной лиге. В первом туре подопечные Александра Суровцева встречались с пермским Амкаром. Клуб, который возродил футбол в этом сезоне. Если первый тайм белоголубые провалили и гости забили гол на 18-м минуте, то второй тайм был наоборот. Хозяева давили, создавали моменты. Но госпожа удача на стороне гостей. Как итог, победа Амкара 1-0. Теперь барнаульцы готовятся сыграть с «Зенитом» из Ижевска 23 июля в 18.30. Самбо признали олимпийским видом спорта. Решение приняли на сессии МОК в Токио. Три года назад федерация получила временное признание. За это время нужно было доказать олимпийский статус этого вида спорта. Что и сделали. Сейчас самбо на подъеме. Его транслируют в 68 стран. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами барнаули Сергей Шубенков готовится к олимпийским играм в Токио в Новогорске. В Японию спортсмен полетит впервые и очень ждет этой поездки. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я тоже жду очень сильно. Очень хочу. И надеюсь, не разочарую. Напомним, что Олимпиада в Токио начнется уже в эту пятницу и продлится до 8 августа. Дмитрий Дроздов. День с толком. Надеюсь, не разочарую. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. Продолжение следует...